Ну, если это будет какой-то разумный подход, не в сфере того, что было 117 тысяч, стало 113, то можно и рассмотреть. Вот, ну, алло. Да, я слушаю вас. Вы же понимаете, да, вот как раз для чего как раз и нужны эти сроки поставки, да, допустим. Практика показывает, допустим, что там последние два месяца было там увеличение каждый месяц на 2% стоимость. Соответственно, если машина там, ну, сейчас вроде курс вроде бы притормозился, да, то есть, ну, то есть на 1-2% могут поменять, допустим, с 1 июня, да. Ну, обычно так как. Подорожание будет, это 100% будет, насколько я не скажу. Ну, понятно, никто не знает, это понятно, что там считают финансовые аналитики, там смотрят на конкурентов и так далее. Вот, соответственно, оно вот тоже будет там, ну, там, допустим, если по последним, то 35 тысяч. Вот, поэтому, даже если она, допустим, через месяц там приезжает, вот, ну, я так думаю, что если ее там производят и там ее там в пределах недели вам доставляют, то она там приезжает, а это самое, в июне, да. Да, опять же, повар. В июле, в июле, в конце июля должна приехать машина. Так, мы же сами изначально, все, поехали, здание. Мы же сами изначально, когда обговаривали, мы прописли, получается, это седьмой месяц, в арте, в раме, в марте, апреле, май, июле. А, то есть, то есть, мое предположение о том, что она в течение недели после производства приезжает, оно ошибочно, да? У нее производство примерно 24-е, 24-е может перенестись, то есть, потому что заказ был отправлен на Катернуковый, тут мы не ориентировались на заказ, мы довольствуемся тем, что нам присылают наши логисты. А уже саму неделю производства, насколько я понимаю, как это работает, они получают от завода-изготовителя, вот, и в свою очередь там предварительно 24-я календарная неделя. Да, если машина будет, ну, здесь 24-я календарная неделя, то еще 10 дней там на поставку, тут вы правы, но будет ли она произведена 25-го, 24-го, или, может быть, перенесена 25-го, 26-ю неделю, я об этом пока не могу сказать, такое тоже может быть. Все, вот. Поэтому, соответственно, возможно подорожание вот этого автомобиля, а там, я не знаю, на, соответственно, сколько там, на еще там, на 35, допустим, там, или 70 тысяч, в зависимости от того месяца. А если вы просто, я не совсем понял, вот это как бы там не очень прописано, там прописано, на самом деле, в договоре, что от закупочной стоимости, то есть вы ее, допустим, закупать-то будете до момента, как вам ее, как ее произведут, либо в момент, когда ее вам привезут. Смотрите, вы ее купили, допустим, в июне, там, я не знаю, 25-го июня, а приехала она к вам, я не знаю, там, 2-го июля, то и с 1-го июля там новый прайс. Смотрите, мы не сможем ее выкрутить, такая машина к нам не придется, то есть она к нам приходит, мы ее выкупаем, то есть, ну, как бы, если она к нам придет, там, в конце, там, грубо говоря, там, придет, там, 30-го июня, и при этом, как нам придет, и это будет путь, и мы ее выкупим, то есть, вы выкупаете, то есть, если она по дороге, там, где-то была покоцана, вы ее там даже не выкупите, да, там, если она битая, приехала, там, поцарапанная. Почему? Выкупаем, выкупаем. А, выкупаем. Это, 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 это не влияет, влияет именно факт того, то, что она может приехать, например, это могут быть, например, 30-е и 1-е число, переходящие могут выпадать на субботу-воскресенье, и логисты в этих них не работают, и мы не можем отследить, машина пришла, не пришла, плюс ко всему банки не работают, выходные дни и выкупы не бывают, и здесь такой спорный уже момент, потому что, по факту, уже будет, там, первые числа нового месяца, уже, соответственно, цена будет выше, вот, поэтому, вот, в разные ситуации бывают, поэтому, как бы, тут, вот, нужно просто смотреть, когда... Да, ну, в общем, рассматривайте вот этот вариант, просчитайте мне, когда, там, вы эту сигнализацию ставите, там, ну, и этот, если, то, и, а, вот, самый главный-то вопрос-то был в чем? Можете, да, еще говорить? Конечно, да. Да, а это оборудование, оно уже стоит на автомобиле, либо оно не стоит на автомобиле? Стоит уже на автомобиле. А, стоит на автомобиле. Да, я сам по автомобилю не ходил, мы прокатываем, я вижу, что уже стоит все. А, вот в этом, как бы, основной вопрос-то, я-то думал, что, может, оно уже не стоит, потому что, зачем его ставили, то есть, как я понял, приезжает автомобиль, это же доп. оборудование ставится у вас, а не на заводе? А, у нас, конечно, да. Вот, то есть, получается, клиент в самый последний момент отказался, он, прямо, получается, заказывал это доп. оборудование. А, все машины, которые приходят, сейчас все машины, ну, вы сами знаете, то, что целое сейчас случается от прайсов, и сейчас все производители, а, точнее, производители, а дилеры, они вешают доп. оборудование. Когда мы работаем с Физлен, как с вами, вот в нашем случае, тут более, так скажем, лояльно к этому подходим. Когда работают корпоративные клиенты, приходят, корпоративные менеджеры работают, там менее лояльно. Они говорят, что вот есть такой доп, его не убрать, хотите, берите, хотите, не берите, до свидания. То есть, в таком формате, потому что там занимаются закупками организации и так далее. То есть, как бы, поэтому там машину уже установлено, не установлено только оборудование. Когда приходят физически клиенты, именно, которые на себя планируют тоже непосредственно покупать автомобиль, здесь мы можем поопрятаться, попробовать, там, что-то поставить, ничего-то не ставить, то есть, в таком формате. Поэтому просто на машине, получается, доп уже стоит, но мы от машины отказались, по той или иной причине. По какой уходу? Может быть, лизинг отказал, может быть, еще что-то. Разные ситуации бывают. Я в курс-подробности не вдавался, есть свободный автомобиль, есть свободный автомобиль. Уже хорошо, есть с чем продавать. Вот, ну, в общем, я бы рассмотрел вариант, если бы там вот было, вот, все, что можно снять. Ну, то есть, получается, что у нас нет таких вот вариантов, которые бы и вам были выгодны, и мне. Поэтому вам, естественно, выгоднее, наверное, вот этому человеку завтра про это. Давайте тогда отложим пока этот вопрос. Вы, я, то есть, не горю, то есть, меня пока устраивает вариант, что если мне там по цене как будто бы там поставили эту просто сигнализацию, вот эту с автозапуском. Вот, ну, грубо говоря, сейчас сигнализация стоит на рынке, там, не знаю, 15 с половиной тысяч, ну, откройте вот Яндекс.Директ, там, маркет. Вот, плюс там какая-то стоимость там установки, да, этой сигнализации, вот, я не знаю, допустим, полцены от этой стоимости, хотя там сколько она часов ставится. Поэтому я просил вас этот прайс-то прислать, а вы мне так не прислали. Вот, и это было бы разумно. Это не пишется. Не пишется. Вот, было бы разумно тогда. Тогда цена, то есть, ну, там, 30 тысяч, да, соответственно, вы мне там, соответственно, то на то приходит. А если вот разговор о том, что уже все поставили, и дополнительная работа по демонтажу там где-то невозможна, где-то нерентабельна, поэтому вам выгоднее продать завтра с нормальной, вот, с этими допами этому товарищу, как бы, почему нет. Вот, сейчас выгоднее так вам. Вот, если, ну, как бы, вы завтра там... Посчитаем, посмотрим, что можем предложить вам. Вот, то есть, у меня вот такой вот вариант устроить, то есть, мне нужна, нужна опция, ну, вот, к сожалению, ну, вот, пока у нас сильно противоположные позиции, вот, я абсолютно вас понимаю, что придут покупатели, и если они придут, у меня никаких абсолютных вам претензий там, как бы, нет. Я просто немножко из неправильной точки зрения сходил, что думал, что там еще ничего не стоит на нем. Вот, а если уж все стоит... Там уже все продустоловка сделана. Да, если там уже все стоит, то, конечно, продавайте, конечно, его там. Если вдруг что-то там никто не будет покупать, то я подъеду, просто я не могу там, может быть, оперативно подъехать, да, там что-то посмотреть. Вот. Ну, вот, смотрите, считайте, да, как бы, ну, вот, какой-то такой вот вариант минимальный, минимальный, который, может быть, вам не очень выгодный, да, просчитайте. Вот, ну, сигнализация, вот, дает этот доступ. Хорошо, посмотрим, посчитаем тогда. Все, тогда не прощаюсь, я бы... Да, если что, извините, просто, извините, да, я просто, у меня опыта покупки машин нет, я что-то там себе придумываю, там, не понимаю. Вот, вопросы какие-то глупые у меня там, вот, из-за этого недопонимания. Все, на самом деле, тоже все очень легко и просто. Да, просто у вас-то опыт, там, пять лет, там, как минимум, да, а я-то, вот. Я только страшные ролики в интернете смотрю и все, да. Лучше не смотрите. Да, хорошо. Хорошо, спасибо вам большое за звонок. Все, на связи, да, всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...